Парело чудо, тоже летело выше всех, тоже неслась с какими-то невообразимыми скоростями и не попало никуда. Но ничего, нам будет за кого поговорить. Единственное, что за то время, пока девчонки будут плыть, а это опять же 20 с небольшим секунд, рекорд мира 23.93. Вдумайтесь, кстати, многие мужчины, которые хвалятся своими умениями проплывать быстро и так далее. 23.97 плывут девушки. Ну, правда, это девушки имя, Лизбет Трикетт. Но, тем не менее, это общеизвестный факт. Вот, кстати, я смотрю на позиции наших партнеров из России Спорт, находится Александр Попов, и он объясняет то же самое про касание. Я вижу по движениям, что он объясняет действительно вот это касание бортика, продавливание олимпийской электроники. И, в общем, еще раз говорю, специалисты видели, что Миллард Кавич выиграл. Электронная система хронометрирования, можно говорить, что она оптимальная, не оптимальная. Она оптимальная, но просто у электронной системы хронометрирования свое мнение на этот заплыв. И мы считаемся с ним, и официально олимпийским чемпионом является Майкл Фэбс. Но, опять же, это оставляет нам возможность и шанс в следующий раз еще раз вспомнить эту историю, еще раз рассказать эту сказку, еще раз вспомнить об этом уникальном заплыве, а его буду вспоминать еще долго. Итак, по первой дорожке Карлин Джойс, рядом Малея Метпола, многократная чемпионка Европы, только в коротких бассейнах, выступающая за Францию. По третьей дорожке олимпийская чемпионка на 100 метров в кибольным силе Бритта Штефан. Не лучшие результаты показывает, к рекорду мира не приближается, но 100 метров в киболь. В центре Марин Велфус. У нее последний шанс заявить о себе, пока она даже не была в тройке, хотя это безумно талантливый человек, а самое главное ей 29 лет. Вряд ли она доплывет до следующей олимпиады. Лизбет Трикет, действующая рекордсменка мира, уже проигравшая здесь 50 вольный, но выигравшая неожиданно для многих 100 метров в бутерфляне. Ну, правда, неожиданно после того, как она выступала в предварителях и полуфинальных запросах. Франческо Хальзаль, дорожка номер 6, самая быстрая из британок. Хенклин Шрёйдер, дорожка номер 7, Александра Герасимения, представляющая Белоруссию, дорожка номер 8. Основная задача попасть в восьмерку. Для этого нужно плыть, ну я уже, честно говоря, не могу использовать этот термин, плыть быстро, но он ничего не отражает. Нужно плыть фантастически быстро. Нужно уже придумывать нечто особенное. Для плавательных финалов, для тех людей, которые попадают в эти восьмерки, для тех людей, которые выходят на уровень рекордов мира, нужно уже придумать какой-то другой термин. Даже богатый русский язык не способен передать моему восторгу по поводу этих скоростей. Восторга, восхищение и непонимание, как девушки могут плыть из 24 суток. Ну, олимпийский рекорд 24-13 пока принадлежит Инге де Брюине. Она находится на нескольких позициях ниже меня. Я вижу, она стоит и стоит, наблюдает даже за полуфиналом. Ей нужно это видеть. Она сейчас вместе с движением стартового сигнала двинулась, как будто ей плыть. Она настолько переживает, что уже не выступая 4 года, она по-прежнему волнуется. Но, естественно, она волнуется за Марлен Фелклес, который плывет по четвертой дорожке. И нам ее как раз снизу показывает. Это ее техника, это ее темп. При огромном росте она умудряется семенить руками быстрее всех других, а касается пока бортика первой. Вместе с ней Инга Дебрюин сделала движение, как будто она касается, налетает на этот бортик, продавливает ту самую электронику. Но на финише первое, опять же, результат у Бриты Штефа. Но это, наверное, опять же из той истории, потому что Марлен Фелклес объективно, мы видели, касалась бортика первым. Ну и, соответственно, ну, ладно, это полуфинал, ничего страшного. Вот еще раз нам сейчас покажут, как касались девчонки. Марлен Фелклес, мне кажется, выиграла, ну, не полкорпуса, но достаточно много. Опять же, вот, картинка из-под воды. И сейчас мы увидим косы. Смотрите, Марлен Фелклес бросает руку первой и тянется. Не попадает в это самое последнее движение. А Бриты Штефан врубается в бортик и, собственно, получает преимущество в три сотых. Итак, Штефан 24-43-1, Велхус 2-я, Трикет 3-я, еще одна голландка. Хенкелин Шрёйдер, пока четвертая с результатом 24-52. Вот этот результат мы и запоминаем. Потому что в следующем полуфинале зависит от того, сколько людей пропадут быстрее или медленнее. И будет известен состав финальной восьмерки. Но Бриты Штефан и Велтхаус наверняка там. Трикет подвисает, но, наверное, тоже там. Ну, а что касается Шрёйдера, вот все вопросы к следующему заплыву. В нем плывут великие девушки. Я произношу это, в первую очередь, в отношении Дары Торос. Ей 41 год, трое детей, и это у нее шестой олимпийский цикл. Ну и, конечно, Тереза Алсхаммер, которая, вот я говорил о том, что Инга Дебрюинс, то я переживала предыдущий полуфинал. Инга Дебрюинс закрыла с собой путь к золотым медалям для Терезы Алсхаммера на трех дистанциях. Это было на 50 и 100 метров больным стилем, и это было на дистанции 100 метров бутерфляем. Тогда еще Тереза могла себе позволить подобные выступления. Но сейчас это только 50. Здесь она чемпионка мира. Ну, правда, до внешнего года. Пока она может попалиться только рекордами на дистанции 50 метров бутерфляем, где она действующая косминка мира. Джизи Ли, дорожка номер один. Тереза Алсхаммер по второй, но показывает нам Жанетту Оттусом. Жанетт по третьей дорожке. 24.83 в предварительном заплыве. Кейт Кэмпбелл пока с лучшим результатом попала в финал. 24.20. Это, естественно, быстрее того, что только что проплыли и Бритта Штефан, и Марлин Велдхост. Быстрее на две десятых. И это Ганди Кап. Это реально запас. Ну, а теперь... Почему-то нам не показали Дара Торрес. А, наверное, показали, я просто не заметил. Ну, а это главная надежда Китая. Это Ингвен Жук, дорожка номер шесть. Венесуэлка Орлена Семека, дорожка номер семь. И чемпионка мира 2003 года Финкана Мария Сепола. Сепола, слушая временем, вошла в финал на дистанции 100 метров вольным стилем и вышла из него без медалей. Ну, что, мне, честно говоря, страшно интересно, сможет ли справиться с очередным своим олимпийским заплывом Дара Торрес. Она, если мне не изменяет память, четырехкратная олимпийская чемпионка. И каждый раз она была олимпийской чемпионкой в составе американской эстафеты. Через говорю, впервые дебютировала в 88-м году и уже стала олимпийской чемпионом. Четыре года назад она уже стала самой возрастной олимпийской чемпионкой на дистанции. Тоже в эстафетной гонке. Тогда ей было 37, сейчас ей 41. В составе эстафеты она стала уже серебряным призером этой олимпиады. Ну, а теперь лично заплыв. Впереди еще будет комбинирована эстафета, где американки тоже претендуют на золото, но, конечно же, ей хочется получить свое. Но это Тереза Алсхан. Китайцы не могут успокоиться, соответственно, судьи не могут дать старт. Ждем, когда все утихнет в бассейне. Зрители этого не понимают, поддерживают своих. Даже вот судья-информатор требует смолчать, потому что в таких условиях стартов давать нельзя. Вот пытаются успокоить местных болельщиков. Девчонки в этот момент волнуются. Вы не представляете, какое волнение сейчас у всех. И вынуждены стоять минуту или две. И напоминаю, что фальстартов в плавании нет. Первый дернувшийся, а на 50-метровке это очень вероятно. По-моему, кто-то все-таки дернулся. Это была китаянка, плывающая по шестой дорожке. Но неважно. Пока смотрим за результатами. Кэмпбелл по 4-й, Торрес по 5-й. Алсхаммер по 2-й. Именно Алсхаммер, мне кажется, сейчас лидирует. Нет, Тора Торрес идет в 41-й год. Плывет быстрее всех в этом заплыве. Близко к рекорду мира. Ну и вот посмотрите, возможности женщины, возможности человека. Возможности человека, который хочет, может и умеет. 24-27. Пока это лучшее время полуфиналов. И еще раз повторюсь. Мать троих детей. 41 год. Шестой олимпийский цикл. Четырехкратная олимпийская чемпионка. И очень вероятно личное золото. Финал будет завтра. Определились последние 8 участниц олимпийского турнира. Дара Торрес попадает в финал с лучшим временем. Кейт Кэмпбелл вторая. Бритта Штефан третья. Марлин Белхус четвертая. Лизбет Трикет пятая. Хенкелин Шрёйдер шестая. Карлин Джой седьмая. И Александра Герасимения, представляющая Белоруссию, попадает в финал с восьмым временем. За чертой финалистов остаются обе китаянки. Франческа Хальсаль, Тереза Алсхаммер, Малия Метал, Анна Мария Сепала. В общем, достойные люди остались за пределами финала. Но это уже другая история. История будет твориться завтра. Дара Торрес, 41, будет пытаться выиграть Олимпийские игры в своем шестом олимпийском цикле. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. В Олимпийском Аквадик-центре осталась только одна плавательная сессия. Будет она завтра. И я вас уверяю, не следует ее пропускать. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok